Здравствуйте, меня зовут Ви Геонг, я студентка, учусь на кафедре русского иска и литературы в филологии Ческого факультета университета Куре в республике Кореи. У меня есть вопрос. Я не раз слышала поражение лихие зимоности. Почему зимоностые годы в России называются лихими? Здравствуйте, уважаемые зрители. Прилагательное лихой означает тяжкий, злой, приносящий беду. От этого прилагательного методом словосложения образован целый ряд слов, означающих всяческие неприятные и опасные явления, качества, а также плохих людей. Например, лихорадка – болезненное состояние с жаром и ознобом, лиходей – злодей и мучитель, лихоимство – крастолюбие, вымогательство, взяточничество. Применяется корень лих и для обозначения промежутков времени. Лексема лихолетия и устойчивое выражение «лихая година» означают период бедствий, смут и потрясений. Именно таким лихолетием стали для нашего народа 1990-е годы, ознаменовавшиеся распадом СССР, обнищанием населения, разгулом преступности. Кстати, именно в этот период в русский язык вошли многочисленные слова и выражения из криминального жаркона, передающие реалии новой жизни. В русскоязыковой картине мира за 90-ми годами устойчиво закрепился эпитет «лихие», передающий ощущение страха, неуверенности, отчаяния. Так же, как от представителей военного поколения мы часто слышим «лишь бы не было войны», от людей, заставших период 90-х, можно услышать «лишь бы не вернулись лихие 90-е». Впрочем, были и те, для кого период 90-х стал эпохой процветания. Те, кто наживался на разграблении государственной собственности, обирал собственных сограждан или кормился на западных грантах, выделенных для оправдания и обоснования происходивших процессов. Эти люди упорно пытаются запустить в речевой оборот выражение «святые 90-е». Однако, как это для них неудивительно, в русском языке оно не приживается. Русский язык – великий, могучий и предостерегающий нас от повторения прежних ошибок.